всем привет и друзья с вами снова я overworld на канале авергейминг и сегодня мы продолжаем играть на первом сервере радмира рпк рмп и в этой серии мы будем покупать дрифт легенду а 86 toyota хачароку красивенькая новенькой снова и недавнешнего обновления которое вышло примерно 28 октября вроде как то так она выходила там добавились несколько машин думаю что вы надеюсь смотрели те кто смотрит у меня размер на канале смотрели ролик про то где мы с егором проходили квест хэллоуинский там я рассказывал немножко про обновление это там добавили вот toyota хачароку я ее очень захотел по что как бы близится дрифт сезон приняли близится зима и очень нужно от какая-то тачка для дрифта марк уже устарел а добавили а ешку поэтому нужно купить а ешку обязательно затюнил на обвесах на спойлеры там на дисках на всем таком на тонере и вот собственно кстати я ее уже купил это как бы уступили записывается уже после того как я ее купил потому что как ее купил я записываю записывал спонтанно очень неожиданно так я просто решил зайти на был рынок и там стояла та самая а ешка которую я уже купил за посмотрите как это происходило пошел а ешку бой он такую но без обвесов ну ну это мы потом исправим я хочу строгануть попробовать там за 750 800 ну не хочет что-то не хочет уж ну блин она без обвесов она с легким тонером я кстати гидру еще не проверил блин 900 край эх блин ну 9 900 это для нее много 900 много без обвеса 900 много без обвеса ты как ты не поймешь диски конечно принципе прикольно их оставлю даже спойлер есть от хорошо тонировочка в принципе есть ну и как бы белый цвет от хорошо так она сама 100 900 ну как бы да в автосалоне на 100 900 но блин как бы ну это это был это был а не автосалон птс птс еще вот так вот птс еще кинь такс ну если мне с 800 и не получится торговать то нахуй мне нужна такая ешка потому что ну как бы кажется спойлер от хорошо тонировка легкая это хорошо диски это хорошо но но так 0 износа 80 пробега кстати она новая она новая ну вот даже не знаю на самом деле не знаю егор чё ты скажешь я скажу попробую только на 800 грамм последнее предложение ну это самое егор тут у меня и часто это ролики просто по дискорду сидели так наша аккуратненько решил забежать на был рынок и вот как бы тут стоит аешка и у как бы так как я и ищу для зимнего дрифта конечно зимы еще нету но скоро будет и нам нужен дрифт нам нужен дрифт нам нужно дрифтовая тачка ешка очень надеюсь у меня получится ехать этому за 830 купить ее ну он молчит просто просто молчит обидно конечно да ну раз не хочет так уж не хочет может если конечно он типа согласиться через так что-то не за юбку которая 50к стоит стока скидывать не там еще там еще бампера так что вот были ну ты подумай там же бампера 50к так что вот как бы и очень даже выгодно тебе скинуть сейчас будет пацан чем ставить их продавать все равно за 900 так что давай 830 соглашайся и все не хочешь не веря ну ну вот я никуда не ухожу как надумаешь по но номер 3100 все значит так когда он надумает он не позвонит за 830 так напишем еще за 830 ну и вот как бы он не напишет позвонит когда за 830 согласен когда согласится за 830 тогда он не позвонит или же если найдет кого-то другого дебил который без обвеса ее купить за 900 то пусть тоже позвонит обязательно я тоже это засниму ну что ж я пошел дальше искать какую-то другую аешку или же ждать соглашение данила вейта на 830к за эту аешку и так чувак согласился на 930 если он поставит абсолютно все обвесы так ну собственно давайте я пока что подожду этого чувака чтобы он приехал уже за всеми обвесами тогда у него к плюза 950 но проблем ну точнее за 930 мы с ним торговались если тут конечно поставят все обвесы полностью и бамбера там это все дело то тогда я соглашусь на 950 будто меня кайфовая полностью фэшная аешка уже же давайте его ждать вернусь тогда когда он приедет снова сюда уже с поставленными обвесами ну или же когда я найду еще какую-то другую аешку собственно вот он кстати еще поставил себе обвесики для того чтобы я их купил и в итоге за 930 тысяч она должна быть куплена быть что ж посмотрим сейчас он не то отдаст пойди птс и опять же так птс ноль износа пробег отлично все теперь посмотрим дрифтит ли она не погнутая ли она вроде как не багнутая хотя может типа с этими обвесиками она могла стать багнутая но но надеюсь что нет стилбрау спойлер почему-то тот большой какой-то на другой так все 10 минут а е86 качароку ух и теперь давайте посмотрим дрифтит ли она или нет и опять же извиняюсь за то что соседи сверлят я не могу это контролировать увы никак все она заднеприводная и она дрифтит это скорее всего моя будущая аешечка красота красота вот так вот так ну блин конечно дрифтер из меня такой себе мы еще обязательно получимся дрифтить но собственно эту аешку я покупаю эту аешку я стопудово покупаю давай 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 все стопайся отлично ну и давай все это самое дай 930 все отлично пусть кидает 930 я ее куплю обязательно если он кидит за 950 у меня просто денег напишет что нету таких ну и как бы все теперь так что погоди постою немного вот-вот ты ж зараза такая решу постоять немного подождать мы же договорились данил вейт мы же договорились алё пацан 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 ладно короче я вернусь когда он мне скажет что он уже продал кому-то другому дороже или же когда я ее куплю ну собственно вот мне кинул тойоту хочу року а е-86 и я ее покупаю успешно владелец ярослав хромов все спасибо тебе большой пацан давай удачи данила спасибо большое за аешку буду весь всю зиму дрифтить все спасибо большое ему бы большое за аешечку вот давайте лучше разговор получат удачи тебе у блин осталось 17000 всего лишь то хорошо обслуживание в принципе более-менее не подлежит наверное ну как бы обслуживание ему сильно не надо так что все вот теперь поздравьте меня у меня теперь есть аешка восемьдесят шестая хочу року тойота вах конфетка отлично надеюсь она не блага на я надеюсь она в этой здравии не было настолько баг ну не точнее в принципе не было бага теперь флешка и а е-86 загрузить и все где-то появишься ешка вот она отлично еще с номерами тху 222 неплохо неплохо я рад что такие номера сохранились даже как а кассовые не буду ставить уж такие принципе очень даже хороший так закрываем вот теперь у нас такие вот есть фары динамические красивые оба открываются и все и теперь у меня есть крутая тачка для дрифта как же я рад как же я долго к ней шел наконец-таки у меня есть дрифт авто теперь вот так вот можно красивенько дрифти теперь она даже на обвесах с баночкой такой красивенькой так сейчас у меня чуть не получилось конечно как вся я далеко не в дрифте не профессионал вот так вот я могу очень легко занестись на это мне надо будет тренироваться самому потом уже не на видео но пока что естественно для видео давайте по дрифтим немножечко еще по сухому и обязательно как бы мы по в этой же серии по дрифтим уже по зиме что было уже скользко уже была зима уже была дрифт трасса обязательно посмотрим сможем и как-то кое-как более-менее приблизиться к первому месту например опять же мы это тоже будем проверять и думаю что в этой же серии собственно теперь у меня есть белая красивая новенькая ешечка на кикприн кстати очень даже хороших дисках со спойлером таким кстати может быть мне все-таки поставить какой-то другой спойлер ну вот даже не знаю но ладно пусть уже будет такой может а потом еще подумаю и поставлю какой-то другой но собственно теперь я жду зимы для вас это будет секунда а для меня не знаю сколько неделя-две пока выпустят зиму ну что ж я вернусь уже в следующем кадре на зимней трассе ну что собственно вот продолжение этого ролика как видите собственно как я обещал увы нет у меня пока что зимы я решил и не ждать решил все-таки ролик про дрифт уже даже с егором на дрифт-трассе зим не сделайте все-таки отдельным роликом и кстати у нее есть такой небольшой сюрприз который я заметил после того как уже купила ешку это гидра очень мне повезло с этой всей штуки она очень выгодно у меня купилась на еще с почти что нулевым пробегом офигенно и вот собственно опять же про ролик про дрифт я хочу сделать отдельно потому что думаю что этот ролик в принципе получается довольно таки длинным затянутым не хочу его еще и на дрифт растягивать поэтому лучше думаю что отдельный будет даже очень хорошо а этот ролик у нас будет просто про покупку и про то как я немножко дрифт чу еще по сухому и про показ если там гидры как я все это дело покупал кстати немножко даже про тюнки хочу попробовать поставить собственно это самое спойлер так как мне нужно как бы типа денег было заработать и покажу же чуть даже подзаработал и вот собираюсь поставить спойлер хотя вытащим ключ откроем дверцу пусть он садится и сейчас попробуем поставить спойлер надеюсь он не сильно дорогой так вставляем ключики сестра так что тебя загорелась это самое почему-то поворотник загорелся так подъезжаем вот сюда нажимаю хопа тихо сейчас отлагает у меня это самое оба вытаскиваем ключ естественно и смотрим еще у нас тут есть по тюнингу по поводу байки не бампера по поводу это получит спойлер мне нужно пуститься так колеса не колесам не надо наклейки не выхлоп не порой так гидравлика не 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 стоковый задний бампер так ну как бы бампер это менять я не хочу так спойлер так хоба вот такое не 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 то не то это у меня уже стоит это у это уже более-менее что подходящий это но это слишком жестко как-то вот такой вот мне больше подходит так что сколько стоишь ты вот 35 тысяч отлично я рад давайте поставим все таки этот спойлер за 35 тысяч во и вот теперь у меня будет немножко более стильная уже аешка с таким вот спойлером ну таким не прям сильно огромной лавкой как та которым только что посмотрели но с приличной такой очень даже хорошей лавочкой отлично и будет у меня теперь еще более стильная ешка и будет полностью фэтэшная она как бы на весь как на юбке на бампере переднем заднем на спойлере хорошим и собственно думаю что эти давай дадим ему еще чайку лучше как бы я добрый сегодня поэтому думаю что он заслуживает чая 2 2 0 50 вот так вот все удачи тебе удачи пацан спасибо за помощь и так давайте откроем аешечку снова и сядем в нее давайте все-таки немножко подрывчим под конец ролика и будем его потихонечку заканчивать так получается надеваем естественно ремень безопасности без ремня не катайтесь пацаны это важная штука так опа на гидрой выезжаем и все теперь у меня есть аешка со спойлером офигенным таким большим вот теперь она как-то даже более как бы полный смотрится намного прям вот хорошо лучше она так смотрит с этим спойлером так чуть-чуть не занесло еще чуть и было бы плоховато так ну мне еще подрифтить на ней предстоит научиться потому что я уже хоть чуть более умею на ней дрифтить но все равно далеко не идеально и как бы вот так вот у меня получилась аешка думаю что это мы потихоньку заканчивать еще парочка там поворотиков пройдем наверно уже лучше в разомастите двигаться после этого красного света вот красивая аешка вот будет у нас хороший потом ролик про дрифт с егором про просто мой дрифт уже по зиме потому что как бы я не хочу затягивать от роли кстати извиняюсь за то что как бы выйдет этот ролик вместо ролика по тф2 потому что ну просто не успеваю записать извиняюсь конечно здесь вы не сильно обидитесь что выйдет радмир вместо получается тф2 вы надеюсь не сильно этому расстроитесь ну как бы просто покупка ешки просто не небольшой такой дрифт небольшой ее тюнинг и думаю что на этом мы будем в принципе потихонечку уже заканчивать конечно 30 если мне нужно будет еще намного много много учиться хотя принципе можно даже сказать что мне получается довольно неплохо по сравнению с тем что было когда ее только купил так ну собственно да сколько бы я раз уже не сказал что пора заканчивать все таки вот в этот раз уже точно пора заканчивать собственно всем большое спасибо за просмотр не забывайте ставить лайки подписываться на канал это очень важно но всем я желаю удачи и всем пока